Мы рады вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре. И вначале я передам слово менеджеру по системе 3CX, Илье Иванову. Он расскажет вам вводную информацию. Коллеги, всем привет. Буквально минутку поговорю. Как раз, может быть, за это время опаздывающие гости также к нам потянутся. Будет больше слушателей на вебинаре. Меня действительно зовут Илья, продакт-менеджер компании Appymatica. Хочу представить вам Олега Левицкого. Многим из вас он, наверное, знаком. Наш замечательный инженер и тренер, который проводит обучение, в том числе технические вебинары по 3CX. Сегодня мы разбираем по многочисленным заявкам такую тему, как 3CX по workflow designer. На самом деле в этом году планируем еще некоторые технические вебинары. Но всему свое время следить за нашими новостями. Хочу отметить, что также непосредственно вендор компании 3CX также проводит множество вебинаров на русском языке. Например, в ближайший четверг пройдет вебинар для партнеров компании, коммерческий, который проведет Катерина Бурсова, непосредственно представитель вендора. Так что, если вам интересно, обращайтесь, мы еще раз кинем вам ссылки, все расскажем. И в четверг, также в 12 часов по московскому времени, вы сможете поучаствовать также в коммерческом вебинаре. И вообще компания 3CX также проводит достаточно часто еще и технические вебинары. Не забывайте, что вы в партнерском портале можете получить всю подробную информацию, все ссылки, зарегистрироваться на каждое онлайн занятие, которое также проводится на русском языке. Так что не упускайте возможностей, будем рады, если вы будете посещать наши мероприятия. Не только в интернете, но и, например, оффлайн. Самое ближайшее у нас по 3CX в России, это будет техническое обучение в Екатеринбурге в сентябре. Так что партнеров из Уральского региона и тех, кто живет или готов и хочет приехать в Екатеринбург, приглашаем. Пожалуйста, обращайтесь к нам, мы также предоставим полную информацию и следите за нашими новостями. Наверное, вот как раз уже у нас подключилось еще несколько слушателей, больше водную часть затягивать не будем. Олег Левицкий, собственно, представит сегодняшний технический вебинар. Так что передаю слово. Еще раз добрый день, коллеги. Сейчас мы перейдем к презентации. Я включу демонстрацию рабочего стола. И мы откроем нашу презентацию, в которой будем все смотреть. Сейчас, да, виден экран. Напишите, если виден сейчас экран с презентации. Черный. Так, а сейчас? Должно подгрузиться black screen, да? Так, хорошо. Поделиться. Все. Так. Вебинар и пематика. Да, пакеты прогрузились. Все отлично. Пакеты подгрузились. Все работает. Так, я тогда не буду видеть сам. Ну ладно, я буду переключаться в основное окно. Итак, коллеги, давайте приступим. Тема нашего сегодняшнего вебинара – это 3CX Call Flow Designer – основа работы. В ходе вебинара мы рассмотрим назначение 3CX Call Flow Designer, как установить дистрибутив и совершим обзор, краткий обзор с виде разработки, познакомимся с основными компонентами внутри системы и создадим простое приложение, его скомпилируем и развернем это голосовое приложение в системе 3CX. Итак, Call Flow Designer 3CX. Что это такое? Это инструмент для создания голосовых приложений, для работы в платформе 3CX, и он предназначен для написания собственных алгоритмов, обработки вызовов и создания сложных голосовых сервисов. Из вариантов применения можно указать популярные такие варианты, как многоуровневый VR с дополнительной маршрутизацией, обзвон абонентов проигрыванием голосового сообщения. Например, при телефонном обзвоне и выставлении счета за телефон, и с возможностью оплаты по кредитной, либо дебетовой банковской карте прямо из телефона. То есть эти возможности все реализованы в системе 3CX Call Flow Designer. Также это маршрутизация входящих вызов на ответственного менеджера по какой-то таблице клиентов из базы данных. Это далеко не полный список вариантов применения. Тут ограничение может быть лишь фантазии для разработки голосовых приложений. То есть это полноценная среда интегрированной разработки для написания голосовых приложений в системе 3CX. Поле подробно по данной системе можно почитать на самом сайте 3CX Call Flow Designer. Интерфейс разработки голосовых приложений, интегрированная среда разработки обладает простотой использования. То есть в базовом варианте можно создать приложения, которые не будут содержать кода программирования вообще. Приложение будет состоять из функциональных блоков, которые соединяются между собой связями. И, собственно, таким образом реализуется алгоритм обработки и создания голосовых приложений внутри системы 3CX Call Flow Designer. Весь процесс разработки состоит из, скажем, использования визуальных блоков. Далее мы это рассмотрим. Вот для того, чтобы установить Call Flow Designer, необходимо иметь операционную систему Windows 7, 8, либо 10, визуальный дистрибута пакет и 17 мегабайт пространства на диске. Далее необходимо загрузить этот Call Flow Designer с сайта 3CX, запустить установщик и выполнить установку приложения. Установка приложения несложна, мы ее проводить не будем, там, по-моему, выбираются всего два пункта, установить библиотеки, установить примеры, по-моему, так. Указывается каталог установки приложения, и далее приложение запускается. Так, сейчас я перейду. Так, на всякий случай Илья напоминает, что вы можете сами регулировать отображение, либо увеличить презентацию. Так, меня видно, слышно, значит, я продолжаю. Никаких, нет нюансов по работе, значит, я продолжаю. Итак, после установки и запуска среды разработки у нас открывается окно, главное окно приложения, в левой части которого находится панель компонентов, в центральной части основной – воркшип, рабочая область, то есть визуальный редактор блоков, и в правой части, вверху структура проекта, внизу свойства выбранного объекта. То есть перетаскивая из панели компонентов компоненты на воркшип, можно их объединять связями и таким образом создавать приложение. Внизу окна интегрированной среды разработки находится панель уведомлений, сообщений, предупреждений и ошибок. Панель компонентов состоит из различных, разделена на секции. Вот есть основная секция Call Control, потом секция Call Flow, Application Tools и 30x Internal Properties. Основная секция Call Control – это управление вызовами. Здесь размещены компоненты для проигрывания ДТМФ, для получения набираемых цифр в ДТМФ, получение Caller ID, PIN для аутентификации, компоненты работы с кредитной картой, проигрывание каких-то голосовых файлов, компонент записи разговоров, перевода вызова, чтение данных и добавление данных к вызову, вот, и компонент выполнения вызовов между двумя номерами. Это основная секция Call Control для управления вызовами в системе 30x. Потом Call Flow – это обработка потока вызова. Здесь мы в вызов можем установить переменную и установить эту переменную в какое-либо значение. Добавить, синкрементировать числовую переменную, либо убавить, то есть выполнить декремент числовой переменной. Вот также здесь можно выполнить ветвление, ветвление по дате и времени с фильтрацией по DIT, выполнить цикл, отобразить информацию в логе и, безусловно, завершить данный Call Flow, то есть данный поток вызов. Вот, также есть следующая секция – это Application Tools, прикладные инструменты. Здесь в основном расположены инструменты для соединения с базой данных, для создания какого-то HTTP или REST-запроса, создания REST-сервиса, выполнения скриптов на C Sharp. Вот, как я уже говорил, система может создавать голосовые приложения вообще без применения кода. Но если необходимо написать сложное голосовое приложение с большим количеством условий, с чтением различных файлов, с обращением к библиотекам, то необходимо использовать C Sharp. Вот тут встроен полноценный C Sharp, с помощью которого можно написать скрипт и из этого скрипта даже вызывать различные процедуры из других подключаемых Dell библиотек, модулей и так далее. Вот, это для написания сложных приложений. Далее, следующая секция – это 30X Internal Properties, это управление свойствами. Здесь мы можем получить значение destination, установить значение destination номера, получить какой-либо глобальный параметр, либо задать этот глобальный параметр. Также установить активный профиль, получить список номеров агентов из очереди. Вот, и получить активный профиль номера, который включает информацию о переопределении, вот, и проверить, находится ли номер в вызове. Так, это четыре основные секции с компонентами для создания приложений. Также есть еще отдельная секция, она указана внизу, это User Defined Components. User Defined Components предназначен для создания комплексного компонента, который содержит в себе несколько функциональных блоков, указанных выше, построенных из базовых компонентов. И этот комплексный компонент дальше может использоваться как отдельный компонент внутри основного алгоритма приложения, внутри основного блока, основной схемы. Вот, и на данном этапе мы рассмотрели основные компоненты. Все компоненты мы рассматривать подробно не будем, эти компоненты описаны на сайте 3CX, в отдельном разделе можно это найти. Вот, отдельно по компонентам, возможно, сделаем дальнейший вебинар в зависимости от того, насколько будет потребность. Вот, и расскажем, как использовать в схемах, в приложениях и компоновать между собой функциональные блоки. Вот, далее мы, используя компоненты, создадим тестовое, создадим базовое голосовое демо-приложение, в котором мы посмотрим, как эта система и как интегрированная света разработки работает. Мы здесь ничего сложного создавать не будем, мы создадим простое приложение, которое примет вызов, проиграет голосовое приветствие, подождет ввод номера внутреннего абонента, при верном наборе отправит на этот номер вызов и при ошибке номер отправится к оператору с номером 400. Вот, целью создания данного приложения будет, скажем, алгоритм, набор действий, которые необходимо совершить для создания и загрузки готового рабочего приложения в 3CX. Вот и все. Поэтому приложение простое. Для того, чтобы создать приложение, необходимо перейти на рабочий стол, запустить ярлык CallFlow дизайнера, нажать кнопку создать проект, задать имя проекта, сохранить этот проект. Потом из панели откроется окно проекта, воркшит, из панели компонентов переместить компонент UserInput, задать его имя свойства, Input Internal Number. Вот далее необходимо сконфигурировать этот компонент UserInput. UserInput это компонент для ввода номера пользователям с клавиатуры телефона. То есть этот компонент ждет, когда пользователь наберет какой-то внутренний номер и в зависимости от того, правильный этот номер, отправит этот вызов на внутренний номер. Вот. И если номер был неправильный, то есть набор был неверный, вызов отправится на определенный номер 400. Это компонент UserInput. У данного компонента есть свойства. При разработке в этих свойствах необходимо задать голосовые файлы для проигрывания приветствия. Эти файлы можно записать, либо использовать готовый формат, стандартный для 3CX, для телефонной платформы 3CX. Вот. И также здесь в свойствах этого компонента можно задать, сколько ожидать времени, сколько цифр ждать для набора. Вот. И также указать другие свойства, такие как возможно ли донабирать 0, 1 по решетке, по знак звездочки и решетки. Вот сейчас тут решетка и звездочка отключены. Но в самом 3CX, в IVR, насколько мы знаем, там есть донабор с 0 по 9, здесь еще доступна решетка и звездочка. Вот. Далее. Далее. Когда этот компонент настроили, добавили сюда первоначальный файл Initial Prompt для голосового проигрывания, которое проигрывается в самом начале. Добавили сообщение, проигрывающее впоследствии Subsequent Prompt. Вот. И Timeout Prompt – это сообщение, которое проигрывается, если не было ввода. Либо Invalid Digit Prompt – сообщение проигрывано при неверном вводе. Вот. Эти сообщения задаются сюда. Здесь в User Input, в параметрах данного объекта. Далее. Когда мы сконфигурировали, создали конфигурацию компонента, мы должны на правильный юзер, правильный донабор поместить в компонент Трансфер. Вот. И здесь отредактировать, задать его свойства. В основном компоненте первоначально мы в User Input задавали свойства Input Internal Number. Это у нас является переменной, которая будет считывать номер, набранный абонентом на телефоне. Этот номер считывается, этот номер передается в Call Internal Number. Следующий компонент Трансфера. Если номер был набран правильно, то поток передается этому компоненту, и компонент Трансфер, Call Internal Number, считывает Input Internal Number. То есть это значение, значение набранного номера. Вот. И переводит вызов по указанному Destination. Вот. То есть поле вызова Destination содержит этот Internal Number.Buffer. И вызов перенаправляется по номеру, который был набран. По донабору, по внутреннему номеру. Так. Далее. Для обработки неправильного Invalid Input номера необходимо поместить еще один компонент Трансфер. Вот. И, соответственно, задать его имя. И в Destination в неправильном наборе, если был какой-то внутренний номер набран неверно, допустим, шестизначный, многозначный, или номер, который не существует. По этой ошибке компонент ветвления перенаправляет по Invalid Input. И номер, и вызов направляется, но на номер 400. Вот. Соответственно, здесь необходимо записать 400. Вот. Далее, когда мы настроили данную схему, нам необходимо выполнить Build. Вот. То есть перейти в основном меню в раздел Build и нажать Build All. Соответственно, у нас интегрированная среда разработки произведет компиляцию нашего приложения и покажет нам доступ к папке архива, где это приложение можно в заархивированном виде поместить в 3CX. То есть скопировать его и открыть уже в системе 3CX. 3CX Callflow Designer компилирует приложения в zip-архивах. То есть все коды, выполняемые, находятся внутри архива. Там, если этот архив распаковать, то содержится набор скриптов на C Sharp, набор каких-то ресурсов в виде голосовых файлов, в виде картинок и конфигурации в виде XML-файлов. Вот. И вот этот архив, который создался на этапе компиляции, нам необходимо поместить в 3CX. Самый простой вариант для того, чтобы его поместить в 3CX, ну, во-первых, да, нам необходимо его в самой системе 3CX, в голосовых приложениях добавить, вот, перейти в консоль управления 3CX голосовые приложения, нажать кнопку добавить, зайти в папку, в которой был создан архив, выбрать этот архив и нажать кнопку открыть. Через некоторое время этот архив у нас добавится. Вот. И, соответственно, этот архив уже будет в виде приложения готов к работе в 3CX. Вот. Далее, для того, чтобы проверить, самый простой способ проверки, можно создать группу вызовов. Вот. В этой группе задать какой-то пустой номер и при направлении, в этом номере выбрать направление при неответе, выбрать данное голосовое. Голосовое приложение, то есть, внизу отправить голосовое приложение и выбрать голосовое приложение. Вот. Для того, чтобы группа вызов не смогла ответить, точнее, вызов не смог отправиться на телефон, который сможет ответить, да, который зазвонит, мы добавляем какой-то пустой номер в эту группу вызов. Таким образом, набрав номер этой группы вызова, мы сможем проверить работу данного голосового приложения. Это простой способ. Далее, для работы и использования данного голосового приложения можно использовать входящие правила. Во входящем правиле при создании мы выбираем направление вызов отправить голосовое приложение и выбираем наше голосовое приложение. Таким образом, входящий вызов в определенную линию по входящему правилу, по входящему маршруту будет направлен в наше голосовое приложение и входящий вызов, абонент входящего вызова услышит наше IVR меню, которое было создано в рамках данного голосового приложения. Вот сейчас давайте посмотрим, как это создается. То есть, мы видели на слайдах, сейчас мы увидим это вживую. Так, сейчас я еще раз вернусь в презентацию. Так, пишут, извините, Олег, выступление нужно готовить, читать и сами мы умеем. Так, читать сами умеют. Отлично, выступление нужно готовить. Да, действительно, выступление нужно готовить. Интересно, что тут имелось в виду. Читать они и сами умеют. Отлично. И мы тоже умеем читать. Так, давайте тогда создадим приложение. Вот у нас есть система 30x. У нас есть 30x Callflow Designer. Мы запустили. Запускается он с помощью орлыка на рабочем столе, либо из меню пуск. Вот. При первоначальном запуске у нас возникает простое окно. Далее нам необходимо создать проект. Нажимаем создать проект. Давайте создадим на рабочем столе какую-нибудь папку. Даже не на рабочем столе, а в папке курс шара. Создадим папку. Так, и назовем ее. Call Input. Приложение будет наше называться. Заходим в эту папку. Называем приложение. Сохраняем. Все. У нас приложение. В приложении открылся у нас в общей. Здесь для того, чтобы поместить объект User Input, мы в панели Так, сейчас я посмотрю, экран видно. Демонстрация рабочего стола. Я выключу камеру для того, чтобы на весь экран было видно. Так, чтобы у нас мелкий шрифт не был. Чтобы потом не сделали замечание, что ничего не видно. Вот. На Worksheet мы помещаем User Input компонент. Делаем так, чтобы со входом в приложение была связь. То есть его можно поместить в любую точку на Worksheet. Но этого делать не надо. Помещаем так, чтобы у нас все функциональные блоки были между собой связаны. Вот. Далее. User Input. Мы должны задать имя. Input Numbers задаем. Вот. И здесь помещаем компонент трансфер. Это трансфер будет при правильном вызове. И второй трансфер это будет при неверном вызове. Так. Далее. В трансфере у нас в трансфере отображается восклицательный знак. Это говорит о том, что красным отображается восклицательный знак. Это говорит о том, что у нас здесь не задан некоторый параметр, либо какая-то ошибка в данном компоненте. Вот. Нам необходимо здесь ввести destination. И в destination мы вводим название Input Number точка буфер. Input Number буфер мы ввели. Соответственно, у нас трансфер считывает значение с поля User Input Number. Далее. Мы при неверном вводе помещаем, точнее записываем destination номер 400 в кавычках. Вот. И при неверном вводе у нас вызов будет отправлен на номер 400. Трансфер 1 и трансфер 2 мы оставляем, мы точнее переименуем, зададим их имя правильно, так чтобы они были, имена понятны. Давайте в wallet input трансфере мы зададим так, зададим имя write number или нет, wallet wallet number а тут инвалид наверное будет. Инвалид number все. Так, мы схему построили, но сейчас если мы попробуем схему запустить, у нас эта схема не заработает, поскольку нам необходимо голосовое сообщение, голосовое приветствие. давайте создадим голосовое приветствие. В минимальном варианте его можно создать с помощью голосового файла внутри самой системы 3CX. Вот, мы переходим в голосовое меню, нажимаем кнопку добавить и нажимаем кнопку записать. Давайте зададим имя так и выберем телефон, куда будет отправлен вызов. У нас это номер 403. Вот, зададим имя, у нас будет майн меню. Мы его назовем так. Нажимаем кнопку ОК. У нас вызов поступил на телефон. Так, мы его отвечаем. Добрый день, вы позвонили в компанию Pimatico, пожалуйста, наберите внутренний номер абонента или дождитесь ответа оператора. Все, завершаем запись. Далее мы этот файл должны скачать. Читал, не прогрузился. Сейчас прогрузится. Нет, стоп, он, наверное, просит там решетку нажать. Значит, я не слышал, значит, я его сейчас запишу с телефона. Так, отправим вызов на номер 402. Второй. так, что-то он не отправляется. Ладно. еще раз попробуем записать сообщение. Добрый день, вы позвонили в компанию Pimatico, пожалуйста, наберите внутренний номер. Нажимаем решетку. Нажимаем номер. Сообщение сохранено. Теперь мы его видим и можем скачать. Скачиваем это сообщение сообщение и помещаем его в папку проекта, в папку аудио. MindWaf это сообщение называется. Далее нам это сообщение необходимо в input number поместить в initial input. Мы его поместили в папку аудио, она сразу появилась в настройках свойств компонента. сохраняем. Остальные все параметры устанавливаем по умолчанию, не меняем их. Нажимаем окей. Далее мы приложение построили, попробуем его компилировать. Сейчас приложение рубнется, что у нас нет subsequent prompts. Попробуем выполнить компиляцию. Нет, приложение создалось, компилировалось. Но в любом из случаев нам здесь необходимо задать subsequent prompt, timeout prompt и invalid digit prompt, поскольку они сейчас у нас пустые. Приложение у нас компилировалось. ошибок нет. Вот. И у нас click head to open containing folder. Открываем эту папку. У нас открывается папка с архивом column put. Вот далее нам необходимо этот архив поместить в 3CX. Переходим в систему 3CX. в 3CX. Так, и в 3CX у нас должно быть голосовое приложение. Должны быть доступны. Во вкладке дополнительно в основной панели инструментов во вкладке дополнительно у нас доступны голосовые приложения. Сейчас мы загрузим это голосовое приложение. выбираем выбираем этот архив. Поначалу он светится красным, потом, когда приложение устанавливается в саму 3CX, систему приложения светится зеленым цветом. Называется она call input. Вот, далее давайте его проверим. Выберем здесь в группе создадим номер. Даже не в этой группе, а в группе вызовов. Добавим группу вызовов пустую. Введем название. Call input тест. виртуальный добавочный номер оставляем 808, мы по ним будем проверять. И добавим какой-то пустой номер. 804 допустим. И в группе направление при неответе, поскольку у нас пустой номер, выберем соединить с голосовым приложением, точнее отправить голосовое приложение. Вот и здесь выберем наше приложение colon put .mine Так, все, группа создана, приложение добавлено. Нажимаем ОК. И теперь мы можем его проверить по номеру 808. Набрав 808, у нас проигрывался голосовой файл, и донабрав номер, например, номер 403, можно позвонить на внутренний номер. 402 даже. Так, вызов отправился на 402 номер. Так, сейчас я еще раз покажу то же самое. Так, пишут стоит подработать, надо дратификация приложения. я буду отвечать на вопросы, давайте я завершу, и потом буду отвечать на вопрос, что там неправильно, и чего там нужно учить, а не готовить, или читать, а не готовить. Так, далее. В 30x, да, сейчас я расшарю видео, чтобы показать. Так, у нас уже не критично к буквам. Я расшарю видео, камера подключится. Вот, у меня есть Android телефон, в который мне шлют сообщения какие-то. Вот, у меня есть Android телефон, да, на Android телефоне. Так, я сделаю звук погромче, чтобы хотя бы услышать, то, что там говорилось, потому что звук был тихий. Вот, наберу номер 808. У меня сейчас должно быть, должен быть виден экран, да, и должен быть виден, должно быть видно на изображение со мной видео. Вот, я набираю 808. Приглашает, пожалуйста, наберите внутренний номер. Убираем набор, убираем 403. И у нас вызов отправляется на номер 403. Вот, мы его отвечаем, на этот звонок отвечаем. Раз, два, три. Так, эхо у нас слышно хорошо. Значит, вызов выполнился. То есть, у нас вызов прошел по правильной ветке, обработался. Если бы мы неправильно набрали, у нас вызов бы пошел на 400, на номер 400. Так, все. Демонстрацию провели. Так, громкую связь, пожалуйста, 1241. Давайте заполним сразу. Так, кириллицу допускается использовать. Так, Селиванов Андрей пишет о том, что выступление нужно готовить. Далее, кириллицу допускается использовать. Юрий спрашивает. Кириллицу в именах не допускается использовать. Здесь. В именах использовать не допускается. Вот, возможно, он с кириллицей заработает, но это не гарантировано. Кириллицу можно использовать в языке программирования 1С версии 7. Там точно можно использовать кириллицу. В любых других системах кириллицу использовать не рекомендуется. Особенно в C-Sharp либо здесь. Вот. Поэтому скорее всего нет. Так, далее. Стоит поработать на друсификации сообщений у полномоченному отделу. или давайте заполним сразу. Так. Юрий пишет выступление нужно слушать до конца. не все сообщения Юрий пишет не все сообщения звучат по-русски. Я не знаю какие сообщения о голосовых 30x. Так, ответьте. Алмат просит ответить на два моих вопроса в самом начале. Ага, все, Алмат спрашивает, можно ли вызвать CDF извне используя WebRest API, при этом определить номер вызываемого абонента. здесь есть компонент для этого который ранее было указано MakeCall этот компонент соединяет двух пользователей между двух абонентов 30x между собой. Наверное здесь имелось ввиду что необходимо соединить двух различных абонентов используя CDF между собой. Да, это сделать можно. Так, и второе, можно ли использовать CDF для обзвона списков абонентов и доставки голосового сообщения. презентация вначале показала что CDF CallFlow Designer предназначен для написания сложных алгоритмов абонента. Этот абонент действительно можно использовать. Здесь даже есть пример, но пример он не совсем для абонента. Там список в этом примере задается в текстовом файле и в базе данных. Вот этот список читается отдельным скриптом C Sharp и передается в CallFlow Designer для обзвона по этому списку. То есть тут даже есть демонстрационный пример. И можно ли это делать без ожидания входящего вызова, как в нашем примере? Да, это можно делать, но входящий вызов, то есть точкой входа в голосовое приложение необходимо все равно что-то создать. какой-то набор номера, то есть вы хотите запустить это голосовое приложение. На запах нужно нажать какую-то кнопку. В данном случае это будет набор номера. То есть набрав номер 808, мы запускаем этот алгоритм автоматического обзвона с помощью CallFlow Designer, с помощью созданного нами приложения. все Алматы я ответил на два ваших вопроса. Вот если есть еще вопросы, добавляйтесь ко мне в Skype, будем пробовать что-то колхозить, создавать. Можно наши контакты? Спрашивает Юрий. Можно наши контакты? Так, час заработал, экран был черный. Сейчас я дам наши контакты. Так, значит, в конце презентации я попросил сказать о том, что у нас 29 августа послезавтра будет коммерческий вебинар для партнеров. Вот, и для того, чтобы на него перейти, необходимо в разделе новостей, точнее мероприятий на сайте Epimatico найти это мероприятие и на него зарегистрироваться. Там, на этом вебинаре будут рассмотрены вопросы по обоснованию использования системы 3CX, по формализации требований заказчика, по анализу существующей телефонной системы, по разработке коммерческого приложения и по продаже платформы 3CX. Вот, также будут рассмотрены некоторые вопросы внедрения. Вот, это как бы рекламное сообщение, хотел его вначале рассказать, там, или я про него уже говорил. Вот, и далее здесь указаны мои контакты, электронная почта, внутренний номер 210, в принципе можно тут и скайп указать, скайп указать, вот здесь вот мои контакты, которые просили. Вот, пожалуйста, да, я свою презентацию завершил, вот, пожалуйста, задавайте вопросы, сейчас еще буквально минут 5-10 обсудим вопросы. Алмат сейчас как раз разрабатывает обзвон в среде 3CX и получается разрабатывать обзвон у вас. Так, мне сообщение приходит. Так, можно ли организовать автоматический дозвон до определенного номера? Да, тоже можно. То есть машина, которая будет дозванивать и задалбывать удаленных абонентов, как бы, да, на этом CDF, коллеги, Антон, на этой системе в CallFlow дизайнере можно для телефон, в рамках телефонных приложений организовать все. Можно организовать практически все, используя базовые компоненты. Вот, на все, что не доступно в базовых компонентах, здесь есть Execute C Sharp файл, здесь Execute C Sharp код, можно как встроенный код вызвать, так и вызвать файл на C Sharp, в котором, внутри которого можно вообще все, что угодно сделать. Вот, подключение к базам данных, подключение, не знаю, чтение из файла, выполняй какие-то сложные алгоритмы. Вот, и собственно компонуя этот файл с различными компонентами совершения вызова, перевода вызова, условиями, циклами, можно создавать любое голосовое приложение. можно ли организовать дозвон до определенного номера, который постоянно занят, при успешном дозвоне отправлять вызов на внутреннюю группу номеров? Можно. Так, Юрий, спасибо за контакты, пожалуйста, добавляйтесь. Вот, я, бывает, даже время присутствую на рабочем месте и могу что-то ответить. Можно ли разработать приложение с обратным вызовом, с коллбэком? Приложение коллбэк, то есть приложение будет перезванивать. Да, можно разработать приложение, которое будет перезванивать. Остается вспомнить ли выучить C-Sharp. Да, в C-Sharp там есть файл, который создается, там необходимо все эти точки входа, точки вызова функций, все это необходимо знать. Сделали код на C-Sharp, список переменных 30x, в которые можно результат передать документирован. Сергей Гришев. На сайте 30x есть документирован, насколько глубоко, если чего-то не хватает, у нас есть контакт человека из 30x, разработчика, можно попросить, чтобы он документировал, либо передал какую-то дополнительную информацию по этому. где можно ознакомиться со списком переменных. Так, Илья Иванов уже всем говорит спасибо, приходите на коммерческий вебинар в четверг. Давайте сейчас еще один вопрос рассмотрим, где можно ознакомиться со списком переменных. Сейчас я попробую на него ответить. Используя Google, в гугле набираем 30x call flow дизайнер компонент или компоненты. Компонент слушаю. Здесь будут 30x call flow дизайнер мануал. Здесь будет мануал по call flow дизайнеру полностью на английском языке. Здесь также описаны компоненты и условия и переменные. Это ответ на вопрос по тому, где можно ознакомиться со списком переменных от пользователя гость, которого просили ввести имя и фамилию. все гостей, которые у нас здесь присутствуют, просили ввести фамилию и имя. Претензии к спикеру предъявлять можно, что необходимо читать, а не рассказывать, а не читать, а не выполнили просьбу, чтобы ввели имя и фамилию. гостю я отвечу. Вот описание переменных, вот описание компонентов на английском языке. здесь последовательно рассмотрены все компоненты и их свойства, перечисленные их свойства, даже скриншоты приведены. Так, медленно подгружается. Вот, и здесь рассмотрены переменные и условия, которые используются в workflow дизайнере. Это мануал на английском языке. Если есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Так, Юрий просит больше информации о коммерческом вебинаре. Значит, смотрите, 29 числа будет сам вебинар. Значит, у нас есть сайт, на сайте у нас есть мероприятие и и в мероприятиях у нас здесь указан коммерческий вебинар и здесь вся информация. Какую больше информации, не знаю, не знаю, можно ли нельзя, наверное, можно. Так, все, ну, хорошо. Так, Илья даже уже ответил Юрию по больше информации, то есть на почту по посте Илья сможет ответить. Все, коллеги, спасибо большое за внимание. На этом я свой доклад заканчиваю, 12.56. Хорошо, Алмат пишет, какой будет ли еще вебинар по CallFlow дизайнеру. Если потребность будет, то сделаем еще вебинар. Вот. Можем еще сделать один вебинар. Можно, есть еще идея организовать вебинар по использованию и рассмотрению вот этих компонентов. Можно, это один вид вебинара, да, можно создать приложение, которое будет обзванивать, вот, за запускаться и обзванивать сообщением какого-то голосового оповещения. Вот, можем создать, гость пишет, да, есть потребность, потребность неизвестна. Хорошо, коллеги, спасибо большое за внимание. Пишите на почту, добавляйте скайп по вот этим контактам. Звоните по телефону и спасибо большое, до свидания. На сегодня мы заканчиваем. спасибо. Продолжение следует...